Итак, ребят, всем привет! Сегодня я покажу вам свой день питания номер 2, потому что первое видео вам очень понравилось, судя по вашим отзывам, по вашим отликам, по просмотрам. Я проснулся несколько минут назад, уже принял свои добавки для составов, также выпал витаминами, принял немножко ВЦА, и сейчас покажу вам все свое питание, покажу свой вес для начала и также свою форму. 73,9. Итак, ребят, дальше моя форма, как я уже говорил вам, я перестал принимать углеводы на ночь, полностью даже медленные. Уже примерно 2 недели я так питаюсь, и я стал реально много слушать, смотрите. Ну и также, ребят, по поводу моего кота, он сейчас тоже стал намного больше, он... Ого! Это все из этой стеснорона, надо не забираться. Короче, для того, чтобы приготовить все питание, нам сегодня нужно пойти в магазин, потому что дома уже совсем ничего нет. Чтобы приготовить все это, нужно полностью закупиться сегодня на весь день, это сейчас и сделаем. Смотрите, короче, как я умею телепортироваться. Короче, ребят, самое первое и самое главное, наверное, для меня один углевод. Первое, это длинный рис. Я беру обычный небосмати, потому что босмати слишком дорогой. И, в принципе, белый, он очень крутой, ну, очень крутой перед тренировками. У тебя крутой памп, и в целом, там много углеводов, и, в принципе, ничего необычно нет. Если честно, ребят, овсянка мне очень сильно надоела. В последнее время я завтракаю овсянкой, наверное, максимум 11 месяцев, потому что уже не могу ее терпеть реально за 4 года. Где-то 4 года подряд я кушаю, и она очень жестко мне надоела. Поэтому сейчас полностью мой фундамент в питании, это рис, длинный, как я уже говорил. Это сегодня мы сделаем в качестве первой приема пищи, и также берут колбаски, короче, колбаски с какой-то телятиной. Нормально. Примерно приготовим половину риса, 500 кг, 500 кг это будет нормально по калориям, и также это будет нормально по углеводам. Короче, пол пакета, самое главное, это на глаз все делать. Именно так возняется истинное мастерство. Так, ребята, наша основа дневного рациона уже готова. Это 3 контейнера риса, и тут у нас готовится вот это мясо. Так, ребята, это будет мой первый прием пищи, то есть рис и мясо. Дальше будет немножко салата, также 2 банана, соевый, соус сюда, и на этом все. Дальше мы и 2 последующих приема пищи, это точно такой же, то есть рис и мясо, это второй, скорее всего. И третий, это просто рис, и к рису я сделаю либо яичницу, либо что-то еще, то есть если будет время. Короче, братан, у нас есть такая проблема, в комментариях все пишут, что мы на фидороидах. Что ты можешь сказать на это? Они пишут, что ты на астероиде, что я на астероиде, Багдан на астероиде. Нет, это не правда? Нет, это правда. Это все креатин? Креатин и третий это. Креатин и протеин. Но ты только на протеине, да? Да. Ты еще даже креатин не пробовал? Да. Вот так, ребят. Короче, мы не химики, честно. И так, ребят, это наша совместная тренировка плеч с Давидом. Конечно же, я, как обычно, хотел делать тяжелые жимы в стиле пауэрлифтера, но у Давида уже на этих выходных соревнованиях по Мэнс Физик. И мне очень хотелось потренироваться именно по его программе. И, кстати, ребят, на данный момент, когда я монтирую и озвучиваю это видео, и Давид занял на своих первых соревнованиях в жизни второе место, с чем я тебя и поздравляю, брод. Ты красава. Короче, ребят, в начале тренировки мы поделали немного жима. Это был жим сидя 3 на 10 с довольно большим весом. И дальше мы пришли к передней дельте, то есть делали обычные махи, штанги перед собой. Третье упражнение у нас было уже на заднюю дельту. Мы делали тягу штанги. Ну и последним четвертым упражнением мы делали махи. Сделали очень много подходов. Также делали дропсеты, примерно 8, либо даже 10 подходов сделали. Ну и, короче, сейчас покажу вам несколько кадров с нашего позирования, потому что мы сейчас, как ни странно, оба на пике своей формы находимся в лучших кондициях. Смотрим. 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 Смотрим, что ты должен взять таких 3 приема пищи, то есть как основу, и уже добавить в них очень много калорий. Ты можешь прибегать к очень калорийной пище, ты можешь добавить какой-то сладкий в тот же день с этим приемом пищи. Ты можешь добавить какие-то орехи, еще много чего другого, не знаю, бананы, фрукты и маффины. То есть со всего этого ты получишь очень много тех нутриентов, которые нужны тебе для, в принципе, для функционирования нормального организма, для роста мышц и для энергии. То есть с этих 3 приема пищи ты получишь все белки, жиры, углеводы, также клетчатки, витамины. И уже тот фастфуд, то сладкое, которое ты будешь добавлять в этот же день, даст тебе очень много калорий. Короче, ребята, закончили чистку буквально несколько минут назад. Если честно, раньше я даже немножко комплексовал по поводу своих зуб, потому что они были не такие белые, немного желтые, и то есть они были не идеальные. Но сейчас, короче, так же, ребят, мы хотим сделать специально для вас скидку, то есть для моих подписчиков. Юр, сколько процентов мы сделаем скидку? 10 или 20? Давай на чулочи. Ну, 20 процентов, как я обещал, да. Короче, бля, специально для вас по этому промокоду, который тут написано, скидка 20 процентов. Все ссылки будут в описании, инстаграм Юра. Пишите ему в личку, пишите промокод и приходите сюда, делайте сети. Еще несколько моих тренировок от Тан Джим. Вначале это будет становая тяга, которую в последнее время делаю с паузой и также очень часто с ямы. И, в принципе, на этих кадрах можно увидеть, что техника стала еще лучше. Много включается, все больше в работе. И при этом спина включается с работы, то есть все как нужно. Дальше была тренировка жима-лежа. Это были мои 110 4х4. Для меня это было даже не в полную силу, так что на следующей тренировке, скорее всего, будет 115 килограмм 4х4. Вот там уже будет нормальная борьба, скорее всего, в последних двух подходах. И уже в своем жиме-леже к соревнованиям планирую выйти примерно на 127,5 килограмм 2х2. Либо же даже чуть больше, либо меньше. Короче, не важно. Я хочу на соревнованиях сделать очень крутой результат. И уже дальше, что немаловажно, пожать наконец-таки 3 плитки после соревнований на обычной тренировке. Я постараюсь сделать эти 140 килограмм максимально в отбивке. Возможно, даже с максимально грязной техникой. Но я очень хочу пожать 140 килограмм. Ну и, короче, ребят, напоследок немного приседать дело на офисе. 145 3х3. Дело в том, что пол ужасно неровный. Я это очень сильно сегодня прочувствовал. Моя правая нога практически забирала всю нагрузку. Я как будто приседал на одной ноге. Но все же нужно было сделать эти 145 3х3. Я это сделал. И на следующей тренировке буду делать уже не в этом зале. Это точно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok